ЗВУК 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 Ну а в Воронеже стали известны новые подробности зверского убийства учительницы, которое произошло еще в начале февраля. Напомню, педагог вечером возвращалась домой с работы. На нее внезапно напал незнакомец и нанес больше 15 ударов ножом. Преступника вычислили по следам на снегу и камерам видеонаблюдения задержали его почти спустя две недели. И вот следователям удалось узнать, что, оказывается, у безжалостного убийцы, который приехал с другой стороны, уже есть за плечами не менее тяжкое преступление. Михаил Емелин подробнее. Убийца-грабитель-пироман – это все об обвиняемом Николае Горелом. Вот он, закованный в наручниках, в деталях рассказывает, как убивал и грабил пенсионера в Луганской области, а также раскрывает имена сообщников. Один из них – Артем Селютин. Тот самый, что в начале февраля зарезал учительницу в Воронеже. Преступники ночью вломились в дом пожилых хозяев, набросились ножом и избили до смерти. Потом вынесли ценные вещи и подожгли постройку, чтобы скрыть следы преступления. Насильственными способами они забрали карту банковские, денежные средства в размере 5,100 рублей у мамы, вытащили из кошелька. Они хотели угнать автомобиль, но у них не получилось его завести. Они боялись, что однажды их вычислят и задержат, решили залечь на дно, исчезнуть, поехали в Россию. Николай Горелый улетел в Москву, а его друг и коллега Артем Селютин в Воронеж, где почему-то вновь взялся за нож и вновь пошел убивать. Во время следственного эксперимента он подробно описал тот вечер, когда нанес 16 ножевых ранений школьной учительницы. 2 февраля вечер. Наталья Тушинская возвращалась из школы. До дома оставалось всего километр, да и шла по людным местам. Вот пешеходный мост, рядом магазины. Вот только это ничуть не смутило луганца Артема Селютина. Напал на педагога, ограбил и убежал. Подруга Натальи Тушинской услышала крики и бросилась на помощь, но уже было поздно. Полицейскими во взаимодействии с сотрудниками регионального следственного комитета установлена причастность к совершению указанных преступлений 31-летнего мужчины, который был объявлен в федеральный розыск. Криминалисты опросили свидетелей, внимательно изучили записи камер наблюдения. В объектив его попал подозрительный прохожий в темной одежде и медицинской маске. Спустя несколько дней выяснится, именно он, тот самый убийца. На месте преступления нашли следы, которые совпали с отпечатками его обуви. Житий Луганск, грузчик с образованием медика, бывший военный. Вот и все, что о нем пока известно. Возможно, новые подробности станут известны после очередного допроса его друга Николая Горелого, с которым в Луганской области сожгли дом и убили пенсионеров. Вот только, как полагают следователи, это может быть далеко не единственное ограбление криминального дуэта. В настоящее время следователями искал самодействие с сотрудниками полиции. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. А в школе, в которой работала учительница Наталья Тушинская, траур. Коллеги, родители и близкие несут цветы, как символ памяти. И просят наказать убийцу по всей строгости закона. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Михаил Эмелин, Любовь Рязанцева, экстренный вызов. КОНЕЦ